Дожди приносили жителям района КСМ, мягко сказать, неудобства. Все дело в ливневке, которая тянется вдоль всех домов. После того, как она забилась, вода, которая должна была выходить в реку, топила дорогу, дворы и подвалы домов. По словам жителей улицы Труда, не то что пройти и проехать на внедорожниках, получалось не всегда. Последние полгода здесь время от времени, при наличии большого количества осадков, происходит целое наводнение. И я был удивлен, как проезжая мимо вот того школьного забора, я попал на машине в метровую глубину. Как там образовалось такое количество воды, я не понимаю до сих пор. Сегодня начался первый этап масштабной чистки всего ливневого канала. Проблема именно этого коллектора в том, что не состоит ни у кого на балансе. Его прочищают общественники, предприниматели, члены ТОС и администрации Центрального района. Но скоро за него возьмется специально созданное муниципальное предприятие. Приступит к работе организация под названием МУПХ «Водосток», которая уже непосредственно со специальной техникой уберет туннели, которые связывают эти ливневки с основными ливневками и с речкой. Здесь они поставят специальные решетки, специальные фильтры, для того, чтобы обычная вода, дождевая вода спокойно попадала в речку. Этой осенью дожди не должны приносить неудобства горожанам. Все ливневки и коллекторы в Центральном районе находятся под наблюдением, и их регулярно чистят. Сейчас идет полный уход у нас подготовка к осенне-зимнему периоду. Мы готовы, администрация района, заключен контракт. У нас есть муниципальный контракт на прочистку ливневых систем, коллекторов и так далее. В принципе, ребята справляются. Есть еще МУП «Водосток», который занимается тем же самым, но на других адресах. Следить за ливнестоками и коллекторами будут круглогодично, вне зависимости от капризов погоды. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.